Лесной пруд, водная идиллия. Почти 20 лет, с начала 80-х годов прошлого века, этот городской пляж был любимым местом отдыха горожан. Теперь пруд не узнать и дело не в выпавшем снеге. Обмелевшая акватория, густые заросли, а с ними еще масса проблем. По словам местных жителей, на берега бесконтрольно сваливают мусор, а выше по течению нам показали место, где образовалась настоящая свалка. Эколог Виктор Резников говорит, согласно его исследованиям, экологическая ситуация в районе лесного пруда удручающая. Помимо прочего, там происходила безлицензионная добыча песка. Он уверен, если оставить все как есть, то с каждым годом район поселка Кирова будет затапливать талами и грунтовыми водами все сильнее. Не говоря о загрязнении акватории отходами. Решить проблему можно, очистив реку от мусора и укрепив ее русло. Возможно, этому поможет проект искусственного земельного участка, который недавно обсуждали в городской администрации. Напомним, авторы предполагают возвести набережную и застроить часть береговой линии. С экологической точки зрения, создание искусственного земельного участка не повлияет на речку. Единственное положительное – это то, что будут облагорожены эти берега. И самое главное, что создание искусственного земельного участка не повлияет на экологию поселка Кирова, на уровень грунтовых вод. Как именно территорию будут застраивать – это отдельная тема, которую необходимо решать с участием общественности, в том числе жителей поселка Кирова. Насколько известно, в ближайшее время заказчик благоустройства лесного пруда Минприроды края объявит конкурс на застройку. Если найдется подрядчик, то, возможно, в ближайшие два года бывший лесной пруд снова начнет преображаться и теперь в лучшую сторону. Ученые говорят, экология – это прежде всего наука о балансе. С одной стороны, река живет и будет жить своей жизнью. С другой стороны, есть горожане со своими потребностями и жизненным пространством. И нужно как можно быстрее найти баланс между первым и вторым. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.